Здравствуйте. Как бы сказал, равная игра. Где-то недотерпели. В конце подсели, чуть давление Динамо оказывало хорошее. Без минус такой пенальти, где можно было много убрать. В принципе, там три или четыре футболиста было. Поэтому 1-1 в Москве. Неплохой матч, неплохой результат двигаемся дальше. Чувствуете, что с приходом Карпина изменилось вообще все? Вернулся, мне сказать, отец вернулся домой. Как будто и не уходил. Такое чувство было, что рядом где-то просто его нет. А так, все плюс-минус дальше. Вообще, в принципе, ничего не поменялось? Все требования плюс-минус мы выполняли и без него. И он сейчас пришел, все требования те же самые остались. Понятно, что сейчас активно обсуждается история с РПЛ и тем, что будет дальше. Мораторий, расширение. Понятно, что это не совсем дело игроков. Твое мнение, расширять Лигу и, по сути, отключать спортивный принцип на этот сезон. Насколько это правильно? Ну, надо смотреть в дальнейшем, как ситуация будет схватываться. В принципе, чем больше игр, тем лучше это будет. Ну, а тот факт, что вот если сейчас никто не будет вылетать, и если это примут, то получается, что командами часть таблицы не за что бороться. То есть, насколько это вообще правильно? Ну, если решают люди, которые этим сядут. Ну, что перевешивать в данной ситуации для меня? Все-таки у вас пять человек ушло, у Урала ушло, у Рубина, у Краснодарова. Мне кажется, что в данной ситуации это будет логично. Ну, возможно. Даня, почему не выдержали? Ну, подсели, наверное. Динамо давление начало оказывать большое на нас. В конце забросы, длинные передачи и ошибки донали нас. Ну, ты чувствуешь, что команда серьезно поменялась? Много игроков ушло, и вы, как будто, какая-то новая команда немножечко. Ну, понятно, что много футболистов сейчас не играет, уехали. Ну, все тренируются одинаково, все после мустребования знают, поэтому все хорошо. Как найти в себе мотивацию сейчас ехать в сборную? Ради чего? Ну, кажется, что мы просто так вызвали. Не важно, там, товарищеская игра будет или тренировки. Надо работать. В общем, есть понимание, что участка эта сборная, возможно, и нужна для того, чтобы показать, что жизнь иногда останавливается, что все продолжается? Ну, наверное, посмотрим на реакцию футболистов, что не будет никаких официальных игр, будут только тренировки и товарищеская игра. Поэтому надо ехать, доказывать, что не просто так получил приглашение в сборную и... Работать. Скажи, что вы-то про меня. Ну, мне кажется, что, может быть, стоит подкорректировать по этому матчу. Так-то он лучший, но в этом матче он мог сыграть получше, нет? Ну, пусть Валерий Георгиевич корректирует. То, что у вас пятеро уехали, как это отразилось? Да, как видите, ну, сильно ничего не поменялось. Я же еще раз повторяю, что все вместе тренируемся, все вместе на теорию ходим, поэтому пусть мы все знают требования, все выполняют и... Они, когда уезжали с вами, разговаривали. Было такое, что вы сказали? У них мотивация в чем? Причина? В чем уехали? Ну, думаю, семейные какие-то моменты. Я не знаю, не удавался в эти подробности. Ну, уехали, как бы... Значит, была причина. Вы не пытались их отговаривать? Ну, я разговаривал с иностранцами, как бы... Сказал, не переживайте, все хорошо, как бы... Ну, они мне сказали, окей, окей. Ну, видимо, какие-то моменты внутри были, которые перевесили, и они решили уехать. Но они не все нашли команду, и нет ощущения, что кто-то может вернуться до 7 апреля? Посмотрим. Нет такого, что сейчас просыпаешься, и каждый день можно потерять какого-то игрока. С этим ощущением, как команда работает? Ну, нормально работает все, но это жизнь. Ну, сложились вот такие сейчас... Такая ситуация сложилась, поэтому, ну... Я думаю, на это пенять и на этом акцент делать не нужно. Нужно работать, тренироваться, и уходить, и выигрывать. Спасибо. Да, да, говори. А когда вы смотрите на вашу команду, где играет 18, в обороне 18, 21... Конечно, вы не намного старше, но раньше такие команды в Исправе России называли пионер-отрядом, как бы вы назвали Ростов? Я думаю, возраст не играет роль. Можно и в 18 хорошо играть, и выполнять требования. Поэтому, ну, я думаю, возраст – это вообще не проблема. Сейчас ребята молодцы, выполняют требования главного тренера. И, ну, как бы, две игры, четыре очка, поэтому я считаю, что достойно. Глядя на то, какие регионеры уехали, ну, скажем, на вас и на Краснодар, у вас нет ощущения, что это, ну, скажем так, преувеличенная потеря. Краснодар немного потерял, у вас вообще четыре очка из шести возможных. Что мы слишком преувеличиваем силы иностранцев. Что они не такие уж и крутые, как об этом принято думать. Ну, у нас есть свои молодые футболисты, хорошие, просто которым нужно где-то время, нужен шанс. И я думаю, что роль небольшая. Плюс они адаптированы к нашему футболу. Поэтому, я думаю, это не проблема. А сейчас, ну, наверняка видел, что активно, активней всего сейчас скупают в магазине сахар. И он пропал везде. Георгиевич на эту тему не шутил? Или, может быть, его не подкалывали? Ну, шуток насчет этого не было. Скупают, пусть скупают. Не вижу в этом. Дань, мы договаривались по шаурму. Завтра развешивание, мне кажется, будет. А как ерунду, вы все равно спрашиваете, да, мне кажется? Да, я все равно не посмотрю. Сергей Луч вопрос. Ну, великолепные, согласитесь. Задавай, что ты хотел. Я только про шаурму. Про шаурму. Ну, это ерунда. Спасибо вам большое. Спасибо, Дань. Удачи.